Всем находимся возле Майдана на заложнице. Сейчас тут был пожар. В доме, рядом с которым я стою. Вот сейчас, посмотрите, уже только-только закончили тушить. Вон лестница еще пожарная в воздухе, так сказать. Заканчивается, судя по всему, эта история. Горела крыша. Горела крыша в жилом доме, до сих пор дымит. Вот там, если посмотреть, за лестницей, за лестницей сверху, ну, нет, такая камера не показывает, что там дымит крыша, но, поверьте мне, она дымит полно пожарников. Что там загорелось, трудно сказать. Но, судя по тому, что горела именно крыша, то ситуация, скорее всего, самая обычная. Это часто бомжи залезают туда на крышу и устраивают себе какие-то там... Да, дымит, дымит, покрашно. Это уже такое, судя по всему, потушили. Вот. Бомжи иногда залезают туда и устраивают там обогрев себе, пункт обогрева, так сказать. Вот. И большому сожалению, после этого случаются пожары. Хотя есть и другие иногда варианты, когда незаконные там сауны и так далее сверху. Но с утра, вот она у меня сзади эко-техника вся стоит. К сожалению, внутренняя камера, она не лучше, поэтому она не показывает на телефоне то, что хотелось бы видеть. Но, тем не менее, сейчас я попытаюсь перенастроить ее. Это туда. О, есть. Вот туда вот. Вот таким вот образом, то есть сейчас еще раз попытаюсь... Во. Не, оно концентрируется все равно на моем лице. Ну, неважно. Короче говоря, до сих пор где нет крыша. Короче, у меняется вода. И, судя по всему, они уже ее потушили, этот пожар. Но какую черту, они все люди понимают. Это все что угодно может быть. И крайне неприятная ситуация. Слава Богу. Слава Богу, конечно, что вовремя приехала пожарная охрана. У нас она, кстати, на высоке. Тут ничего не страшного. Молодцы, унички. Слава Богу, что сделали все практически моментально. И пожару не дали распространиться так, как он мог бы. И дом не целял. Хотя, конечно, мебель на пятом этаже, там где-то все, как это. Я боюсь, что у людей ремонт и мебель пострадали. Но это, скажем так, наименьший ущерб из того, что могло быть в таком случае. Так что вот так.